Снова здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей. Вы смотрите YouTube-канал Парадигм. И мы тут занимаемся полной фигнёй. Ерунденью, я бы сказал. Так, ну башню тьмы нужно высшего класса. Храм проклятых, значит нужно 2 серые и 10 самоцветов. Вот это вот ошибка, что у меня нет 10 самоцветов, но ладно. Посмотрим. Ну мумии вообще мне не нравятся особо. Как юниты. Хреновы они. Вопрос, смогу ли я здесь всех победить? 2 дьявола. Точнее 4 дьявола. Ну нет, здесь нужна войска. С войском я смогу победить, а сам, к сожалению, нет. Скорее всего. О боже, как много опыта мы получили. Так, значит нужно нам 10 вот этого. И теперь можем наконец-то дьявола получить. Дьяволы это важно. Несомненно. Так, тут еще один гарнизон. Сколько здесь этих гарнизонов? Тут, значит, немного дьяволов, дюжины всяких ядовитых тварей. Ну почему всяких? Как раз ядовитых. Тут, значит, мы идем сюда. Нам нужен вор. Желательно хороший. Чтобы мог воровать все, что я захочу. И сюда нужно будет побежать потом. Все-таки. Опыт. Так. У меня-то в ближнем бою атака побольше будет, чем в дальнем. Этого он не учел. Хотя у него и выбора не было. Вот, наконец-то, магия смерти пятого круга. Я ее, естественно, беру. Еще бы магию природы взять. И теперь мы даже готовы идти назад, чтобы изучать заклинания пятого уровня магии смерти. Но магии природы все-таки надо вкачивать. Я не знаю. Вот мне ее не предлагают теперь. Что очень даже мне не нравится. Тут я всех убил. Теперь надо сюда идти. Драконов там убивать и так далее. Так, здесь все построено. Что нам надо было строить. А здесь мы берем лорда, пожалуй. И он у нас идет вот сюда. Ему тоже нужно получить опыт. Эй, че ты на него нападаешь? Вы издеваетесь? Мои воспоминания о молодой жрице Алане помогли мне найти, наконец, способ победить силу посоха Малвича. Этот артефакт был явно заряжен огромной мощью магии смерти. Поэтому мне нужно было нечто, что могло бы ему противостоять. Мне нужен был щит жизни. Какой мы жизненный чувак. Чувак. Так. Ээээ, так не честно. Мой герой не там, где надо находится. Так. Во, вот так пусть будет. Надеюсь, не нападут на него. Так, ты, значит, здесь 500 опыта мало. Мало, 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 мало. Я смогу взять. Хотя на меня и дьяволы потом нападут. Но будем надеяться, что они нам ничего не сделают. Ага. Вот, наконец-то, герой. То есть наш выучил заклинание. Поднимает 12 вампиров из трупов. Тут только одно заклинание пятого уровня, да? Да. Пятого уровня только одно, к сожалению. Ну хз, немного драконов, может мы и победим. Там семь их или сколько? По крайней мере попытаться очень даже стоит. Ну да сколько ж можно? Задолбал реально. О, смотрите, его даже не оприходовали. Так, ну здесь нам нечего делать, поэтому... Ты, значит, куда идёшь, 8, прихлопнет эту армию. Ну попробуем, попробуем. Как это он прихлопнет? У него же особо заклинаний-то нету против этой армии. Серберами, что ли? Вот и всё, и убили. И как же он прихлопнет эту армию? Просто нет. Не прихлопнет он эту армию. Вот в чём секрет самый большой. А раз он не прихлопнет эту армию, то нам нужны дьяволы. И всякое другое говнище. Так, значит, берём раз. Берём два. И выкупаем всех этих красавцев. Так, берём здесь плюс два к скорости. И попробуем. О, теперь... Теперь прихлопнем, наверное. Нужно только церберами втанковать. Так будет даже легче. Так, вы, значит, здесь. Вы делаете ледяных демонов. Стойте. Вот с ловочи. И теперь я буду в ближнем бою мочить своим некромантом всех. Дынь. И всё. Засни давай. Блин, а дьяволам же ответят. Так что лучше с ними не... С драконами пока что этими дьяволами не мочиться. Так, не трожьте дьяволов! Не трожьте дьяволов, ублюдки! Да ну! Ублюдки! Просто ублюдки! Взяли, замочили всех дьяволов. Вот как это понять? Скажите мне, пожалуйста. Такой хардкорчик просто. Ооооо! Какой ужас! Нет, ну это неправильно. Совсем неправильно. Дьявола нужно беречь. Давайте-ка перезагрузимся. Потому что просрать столько юнитов хороших. Хотя, блин, теперь всё переигрывать заново. Ну что это за хрень? Что же меня это бесит? Аж трясёт. Прямо. Так, ну дежавю. Просто дежавю. Надо было сохраниться перед этим самым происшествием. Давайте сохранимся вот на единичку. И попробуем без потерь разыграть эту битву. Да ну сколько можно? Чё ж ты промахиваешься, дебил? Дебилушку. Нет, демоны, стойте здесь. Так. Потом два. А вы, дьяволы, короче, куда-нибудь сюда уходите. Нафиг. Так, теперь вампиров полностью сразу потеряли. Не трожьте дьявол, я сказал. Зато заморозили. Круто. Так. Ближний бой. Всё, дьяволы валят. Дьяволы стоят. И втыкают. Ну где же моя магия природы? У меня чудесненькая магия природы. Они всё-таки убили ещё одного дьявола. Мамку ж мою. Хоть мясо бери вот это вот. Собой. Как же я это ненавижу. Как же я это не люблю. Ужас просто. Так. Ну тут церберы без вариантов. Задача втанковывать церберами. Причём по полной. Ледяные демоны пусть будут. Так. Значит. Естественно вы здесь стоите. Эти чуваки там клюют кого-то. Нет. Вампиры летят сюда. А дьяволы сюда. Пусть отвлекают в общем-то. Так. Да ну не трожьте вы. Чё ж они так далеко летают. Чё ты обошёл. Да. Вот это жопа просто. Они летают далеко и надолго. Так. Ну неужели. Хоть кого-то заморозили. Не трожь вампиров. Мать твою за ногу. Вампиры это не только ценный мех. Ну хоть дьявол сохранили, и то легче. Надо было какое-нибудь мясо, которое бы втанковывало взять. Типа призраков. Тогда бы было гораздо легче. Втанковывающее мясо. Так. А ты идёшь, значит, вот сюда. Самое главное показывает, что типа на него не должны напасть. А на него нападают. Всё равно. Вот. Опять на него? Да вы издеваетесь? Да чтоб вы сдохли нахрен. Тут рядом дьяволы. Мать их. А он нападает на безоружного. Чувака. Чё-то дьяволы вообще слабые. Надо их беречь. Почему они такие слабые? Видимо, у нас же ж героя нету специального, который бы их сильнее делал. Так, тут мы разобрались. Осталось ещё с этими разобраться, чуваками. И с деревцем разобраться. Вопрос. Победим ли мы группу вампиров? Попробуем, по крайней мере. Всего лишь 10 штук. Ну, то всего лишь, но нифига не всего лишь. Кому-то ещё надо втанковывать. О, сразу всех пятерых замочили. Так. Не трожь. Дайди, ура. Да, легко. Когда их не сразу 10, то, естественно, легко. Так. Кольцо силы, значит. И посох силы. Что за посох силы? На одну третью. Фосох силы это штука, которая мне очень нравится. Уже. Замечательно. Вроде бы остальное мы всё тут пособирали. Фигнёй пострадали. Теперь нам нужен, на самом-то деле, этот генерал. А шахта у нас приличных и нету. Все шахты здесь остались. Старые. Ну, пусть здесь в шахте сидит. Надо же её в шахту в какую-то посадить. Так. Через 4 дня. Ну, ты наконец-то сможешь пройти вот сюда. Хотя здесь 500 опыта дают, так что ты уровня всё равно не получишь. К сожалению. Сегодня мы проходили через разорённую деревню. Всё, что осталось от неё, дымящееся пепелище на месте домов. Это была работа Малвича. И судя по тому, что мы не нашли ни единого тела, он сделал это для усиления своей армии. Хадрин позвал я своего однорукого телохранителя. Да, хозяин. Немедленно вышли разведчиков. Я хочу, чтобы они установили местонахождение других посёлков в этой области. Просто, чтобы знать, насколько далеко зашёл Малвич. Хардин кивнул. Да. Хардин всегда кивает. Нет. Дьяволы. Это не ваше занятие. Не ваше дело. Так. Всё. Дэвилс. 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 Нужно теперь этих дьяволов замочить, а потом уже пойдём проходить туда. Ну, блин, жаль, конечно, что я много сам захавал вот этих вот. Видите, а требуется 33 ещё для следующего уровня. Тысячи. Хотя, хз, может, оно и, к счастью, к удаче, скажем так. Насчёт же армии. Нам нужен герой. Настоящий герой, причём. А не такой фальшивый. Всё-таки жаль, что у нежити нет умножавок количества их существ. Да. Как у силы. Так вот, нужно нам 10, и мы построим караван-сарай. Потому что нам нужны все юниты. Мы с могильного холма наймём, с погоста наймём. Бесов наймём. Пригодятся. Кстати, бесы, по-моему, даже слабее этих скелетов. Что очень даже интересно. Так, 7, а у этих 8 здоровья. И защита 12, а у этих 10. То есть, в принципе, имеет смысл построить преобразователь нежити и преобразовывать бесов скелетов. Но зато они бегают дальше, по-моему, да. Значительно дальше. Однако мне это не так сильно важно. Мне важно собрать армию с героем, там, со всеми остальными приблудами. Всё меняем, кроме серы, в золото. Потому что золото очень даже нужно. У нас тут мало ресурсов. Вот в чём проблема. Опять, блин, дьявол. Они чё, каждый день плодятся? Стоп, а сколько мы добываем золото? 2600. 1000 от этого, 1000 от этого и ещё 600 откуда-то. А, точно, 600 у меня идёт от этой девки, у которой тут мешочек и с ртутью. И от этого чувака, у которого 100 золотых идёт. Так что, видите, орды имеют смысл, в принципе. Хотя 2000 он окупит за 20 ходов. Ну, примерно как крестьянин он себя окупает. То есть, крестьянин тоже по одной золотой и даёт. Так что, орды, они как крестьяне. А, орды, а орды, они как крестьяне. Всё так же они одинокие. Ну, всё же, круто, что мы сразу же разорили все эти места. Теперь мы сможем... Весь вечер боковым зрением я то и дело замечал мелькавшую фигуру какого-то призрака. Поначалу я решил, что это может быть один из соглядателей Малвича. Но тогда этот призрак должен быть круглым болваном, чтобы подбираться к моим войскам так близко, пересчитывая их. Поэтому я отделился от своей армии, чтобы встретиться с призраком наедине. Вскоре дух предстал передо мной, жестами показывая миролюбивые намерения. Я прощупал местность на предмет засады и приблизился, лишь когда убедился, что всё чисто. Кто ты, спросил я, духа с безопасного расстояния? Если бы он напал, у меня было бы достаточно времени для колдовства. Я один из воинов под началом Мардора, господин. Меня направили сюда из Никорума с известием, предназначенным только для ваших ушей. Вот почему я старался привлечь ваше внимание. Понимаю, выкладывай же своё известие. Я должен вернуться в войска, прежде чем они начнут меня искать. Мардор хотел известить тебя о том, что король Калибар велел собрать всех живых детей Никорума. Король забрал первую сотню в свой чертах в подземелье, а остальных заперли в загоне у гильдии магов. Это было лишь предположение, но я чувствовал всеми фибрами души, что мой учитель переносит этих детей через тот загадочный портал в своей комнате. Но с какой целью? Вряд ли он превращает их в нежить. Один из первых законов, которые мучат некроманта, заключается в том, что из детей получаются слабые неживые прислужники. И Калибар вряд ли кормится ими, как когда-то Оскан питался моей кровью. Мой учитель лич, пища ему не нужна. Так зачем же? И тогда в моей голове вновь прозвучал голос Калибара, повторявший единственное слово, так озадачившее меня. Хозяин. Кто бы это мог быть? И тут меня внезапно осенило, что любой из приказов, которые давал мне Калибар, мог исходить не от него самого. Хозяин моего учителя и хозяина... И... это и мой хозяин. Я развернул коня. Возвращайся к Мардору и скажи ему, что делал, как велит король. Приказал... Чтобы делал, как велит король, приказал я вестнику. В общем, как-то так. Да, здесь мы берем, естественно, юнита. Вот этого. Здесь мы берем вампиров. Вообще, надо было бы вот при помощи этого рынка менять ресурсы. Ну, хрен с ним. О, и дьяволы еще у нас появились. Замечательно просто. Так я всех и не найму никогда. Так. Офигеть. А тот в шахте сидит и не сможет теперь вылезти из шахты. Свора скелетов, офигеть. Так. Ой, ты, кстати, делка должна здесь где-то полазить. Ой, блин. Ну, хрен с тобой. Ой, мама, ой, боже, да хрен с тобой. Вот, видите, значительно больше дает. Вроде бы. Пущай будет. Так, берем раз, два и три. И можно нафиг серву обменять. Только не здесь, а здесь. Вот, 1600. Такая неплохая сумма. В ноль просто, смотрите. Мы тут все в ноль. Слили. Теперь можно взять бафы. И пойти, куда нам надо. Вот сюда, точнее. Ну что ж, попробуем. Это будет последняя битва в этой серии. Да, дьявола много, конечно. Ну, чё поделаешь. Моих дьяволов побольше будет. Во-первых, дьяволы живые. Их на самом-то деле можно и замочить. Во-вторых, ты здесь стоишь. О, вот бесы хороши. Они воруют ману, дьявол. Очень-очень хороши наши бесы. Без души. Так, наши бесы без души. Очень-очень хороши. Так, ну что ж. Пожалуй, мы будем в ближнем бою мочиться. Ледяные демоны. Не трожь моих дьяволов. Так. Прикосновения лампира пусть будет. Так. Замочим. Вопрос, кто из них кто? Вот один дьявол, значит. А это три дьявола. Давайте у троих отсосём. Теперь-то их два осталось. И мои дьяволы восстанавливаются потихоньку. Но я даже не знаю. О, заморозили. Отлично. Можно будет их убить и восстановиться. Теперь ты добиваешь этих. Всё, ни дьяволов, ни вампиров не потеряли. Ой, нет, дьявола одного потеряли, к сожалению. Быстрый бой. Взяли. Десять, десять, десять. Да. Хорошо, что у меня здесь и эта девка есть. Ну, десять мы вряд ли выменяем, конечно. Хотя бы пять выменять. Сколько? Шесть можем. 44 тысячи всё-таки покруче будет. Ну, почему нам не даётся магия природы? Я не понял. Уровень же. Так, смотрим. Эльфов, наконец-то, выучили. Ну, наконец-то. Прикосновения вампира. Сами вампиры, стойте, давайте тут. Ты идёшь сюда. Лечишься. Бесики наши любименькие. Так, сюда, значит. Теперь вот раз. Два. Ой, блин, я уже просрочил серию. Ну и, пожалуй, на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.